Всем привет, меня зовут Женя, сегодня 13 июня и это 13 подряд ролик, который я выложу из 30 в июне. Жду сабскри велики, спасибо. Приятного просмотра, дорогие зрители. Друзья, всем привет, с вами Лисицын Глеб Анатольевич. Вот такой приятный футболки смайли, что означает улыбнись. Поэтому все улыбнитесь, я понимаю, что у вас нет таких очков и такого псевдонима, как у меня, но тем не менее, наверное, кто-то из вас счастлив. Понятное дело, что не как я, но к этому нужно стремиться, мне 24 года, я уже 20 лет работаю над собой, с 4 лет я хожу к психологам, поэтому, ну, не надо сравнивать. Все мы люди разные, все мы безобразные. Ладно, поток бреда заканчиваем и начинаем с вами общаться. Ребят, я рад вас всех видеть, огромное спасибо, что вы сейчас здесь, понедельник, 13 число, пацанки. Это не может не радовать. Ну, кто-то, конечно, будет смотреть не в понедельник, но не важно, я сейчас обращаюсь в первую очередь тем, кто смотрит меня сразу, за что отдельный one love, one more, one feel, one... Ай, глаза. Ну что ж, как обычно, спасибо всем-всем-всем, тысячи раз говорил и тысячи раз скажу. Огромную активность проявляете на роликах, понимаю, что не зря стараюсь, это очень крутой челлендж, я дисциплинируюсь. Вот этот приятный график всегда со мной, здесь видно, какой видос будет в какой день, короче, прям очень круто. Вообще ни капли не пожалел, что решил делать 30 видео. Вот, телеграмм, 78 тысяч подписчиков на данный момент, я снимаю сегодня, 5 июня, огромное спасибо, наверное, когда вы перейдете, там уже будет, может быть, 80, кто его знает, посмотрим. Маленькое отвлечение, поехали. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Вот такие приятные ножницы залетают прямо в ваш экран, второй раунд, погнали. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Бумага. И третий, для многих долгожданный. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Опа, снова бумага. Пишите, выиграли вы или нет, потому что от этого зависит напрямую ваше финансовое благополучие. Короче, не ленитесь. Итак, ребята, приступаем к просмотру, всем желаю приятного, 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 приятного просмотра, самых позитивных вибраций, доброулыбок и так далее. Ставьте лайк, сабскрибе. Только так канал двигается, я счастлив, а вы счастливы от того, что я снимаю вам видео. Ладно, я наговорил уже много всего, я даже забыл вообще с чего я начинал, поэтому давайте просто начнем. Пацанки, пятая, какая? Все верно, пятая серия. Приятного просмотра, друзья. Наступило утро пятой недели в школе леди. Пацанки беззаботно спят, обнимая подушки. Они еще не знают, какой сюрприз им подготовили преподаватели. Да все они знают, это шоу постановочное. Вообще никогда не верил. Прописали им все по сценарию, да-да, ничего они не знают, да-да-да, конечно. Дурка начинается прямо с первых минут шоу. У меня, знаете, немножечко едет сейчас крыша. Многие меня поймут, особенно самые активные фолловерсы мои. Так начинался выпуск модели XL предыдущей. А, получается, уже предпредыдущей. Вы же в воскресенье увидите другой. Все, я уже путаюсь, не обращайте внимания. И там тоже люди заходили. Люди. Там тоже заходили мужчины с голыми торсами, накормили их. И я сейчас просто смотрю в экран и думаю, все походу. Вот я и двинулся конкретно уже. Крыша поехала, потому что опять заходят какие-то тела в женскую комнату. Ребята, это единственный минус моего творчества, потому что я, молясь, начинаю путаться. Молясь, бля, я даже это слово не говорил лет пять уже. И знаки внимания. Ну, какие-то, блин, эти, ю-моё, блин, итальянцы в натуре. Да, давайте, пацаны. У меня вот эта бородка, ну, у меня, конечно, получше немного. Видите, как растет, особенно вот здесь. Блин, идеальная борода. Боже мой, всем парням вашим такой бороды желаю. О, какой кошмар. Мой гад. Парнушники, блин, слепухи, блин, приперлись сюда. Кроме глаза стоит голое мясо передо мной. Боже. Хорошо, что встают просто парни, но это голое мясо, просто знаете. Да, здесь видно, реакция в этом шоу немножко другая, поэтому я точно смотрю пацанки. Все хорошо. Ущипнул себя, я не сплю, супер. Могли бы и мне принести сосиски, мне как бы тоже, вот, я уже схуднула. Сейчас к тебе придут, зайка моя, подожди. Побро, скоро спрячусь. К Юльке подходит этот мужик. Запиську несет. Че-то, массаж ног. Нормально, нормально. Какой-то массаж, п***, ног он делал. Просто мне ноги чуть не вырвал. Я сейчас старик, п***. Ноги чуть не вырвал, ну, шо ты. Молодые люди, несмотря на провокационный полуголый вид, ведут себя очень достойно. С их стороны нет ни малейшей агрессии, они милы и вежливы. И каждый изо всех сил пытается угодить своей леди. Я сварю по сторонам, у одной бокал шампанского. Просека, так сказать, с утра. Утро бокал шампанского. А у меня сельдерей, творог и рыба на пару. Почему бы ты мне бокал шампанского не при... И придаранил. Мне это сразу не понравилось. Они вообще, бля, что она делает? И придаранил. Мне это сразу не понравилось. Я не знаю, как это комментировать. Просто вот неделя за неделей, уже на грани выгона, уже расплакалась, раскрылась. Новая неделя утра, творог мужику на голову высыпает. Блядь, я не знаю, как с этим бороться. Вы просто можете вдуматься, да? Ей принесли рыбу на пару, творог и сельдерей. Она распсиховалась и выбросила творог на голову человеку, который это принес. Просто вот вдумайтесь, да? Это мелочь, все смеются. Это же Лиза Колдыгина, ха-ха-ха. А вот, ну, если вот от шуток отойти, это шо, блядь, такое вообще? За что? Просто за что? Кто-нибудь мне может объяснить? Просто за что? Все, я больше его не требую. За что? Ну, сказала бы, я это не ем, там, отстань. И то это за... Блядь. За утро. Ну все, спасибо вам, бальчики, большое. За утро. Вместо того, чтобы вежливо принять подарки и поблагодарить за заботу, пацанки почему-то рассверепели. И начали грубо вышвыривать молодых людей за пределы комнаты. Ладно, хе-хе-хе. В этом выпуске я все это понять могу. У девочек, типа, капитальные проблемы, которые они пришли решать. Многие стараются, делают что-то. Поэтому я уже не удивлен тому, что они их просто за шкирку, блядь, всех повыбрасывали за то, что парни просто принесли им еды. Каемся, в общем, с девочками в холл. Приветствую, мои три красоточки. Боже мой, как с иголочки. Каждый раз разные наряды, прически, макияж. Напоминаю, кстати, что у Полякова и перстень стоят, как моя квартира. Красиво, эффектно, Лаура Альбертовна. А, это, блин, мояшкина, ё-моё, блин. Мы хотим обсудить ваше поведение утром. Гости ваши просто хотели сегодня с утра сделать для вас сюрприз. Да, я это сказал уже три раза. Спасибо большое, Лаура Альбертовна. А столкнулись с грубостью, вульгарным поведением и сомнительными шутками. Да отвали ты от меня, блин, ты мне неприятие. Я решила высказать ей свою па. Я просыпаюсь, смотрю, стоит стрепушник с голым торсом. Почему это является стрепушником? Чел просто с голым торсом в штанах. Всё, где здесь трептиз? Тебя кто-то трогал за тело, кто-то прикасался к твоему телу, кто-то елозил своим телом по твоему телу, кто-то крутил жопой перед твоим лицом, или что? Тебе принесли еду без майки. Стрепушник ли это? Да, очевидно, стрепушник. На пляже, кстати, все стрепушники, кто ходит в трусах, все стрепушники. Я тоже стрепушник, когда вот сейчас был в Таиланде. Стрепачелла, блядь. Да, потому что являться к звезде премьер-балерине с гором торсом, ну, по-моему, это мой ветот. Я их очков, ручащит им свое лицо, этих баб. Так они всё, распереживали, что мальчики купились голые. Дайте хоть на мужиков посмотреть. К сожалению, вы не умеете адекватно реагировать на хорошее отношение и знаки внимания. Не стоит сразу реагировать так, как мы среагировали сегодня утром. Стоит, наверное, вытянуть сначала какую-то паузу, перевоплотить всё это в юмор. Дикая утренняя выходка учениц показала преподавателям, что их воспитанницы неадекватно реагируют на мужские ухаживания. На этой неделе вы будете учиться строить отношения с противоположным полом. Чё это, с мужиками, что ли? И сразу такая... Хебать. Ну, это одна из моих главных проблем. Какая она зайка эта Диана вообще. Такая спокойная, так конструктивно размышляет. Вообще вот прям очень сдержанная девочка. Молодец. Я надеюсь, что она дойдет до финала. Хотя, возможно, из-за того, что она слишком спокойная и всё понимает, наверное, в какой-то момент ей скажут, мы уже не видим смысла вас развивать, потому что вы умничка и всё такое. И на какой-нибудь там условно серии там... Двенадцатая она вылетит, наверное. А какая-нибудь Лиза Колтыгина, я не удивлюсь, дойдет до финала. Ну, блин, я... Я как бы могу с ними общаться? Ну, на братские темы. Я близко никого к себе не могу подпустить. Да, это хорошо. Не надо никого подпускать. Всю жизнь общайтесь со всеми на братские темы. Прикольно. Ребенка тоже возьми и называй его братом. Ну, из дома, видимо, я не знаю. Потому что как ты собираешься делать детей? Забейте. Перед вами увядшие розы. Ну, я поняла, что эти розы, она... Что мы типа испортим, такие же, как эти розы. Девочки, с каждым выполненным заданием эти розы будут становиться свежее. Или наоборот. После вот такого утреннего хоппи-енда, я побоюсь представить, что будет на неделе. Моя роза... На неделе. Я не могу не акцентировать на этом внимание, блядь, этот говор. И вообще завянет, где не будет даже листиков. Ученицы, чьи розы к концу недели окажутся самыми неприглядными, с большой вероятностью... Покинут школу леди. Могут покинуть школу леди. Учениц ждет одна из самых сложных недель в школе леди. На этой неделе они будут прорабатывать свои проблемы с противоположным полом. Я умею строить вроде как отношения с почем. Не вроде, не вроде, Лиза. Ты точно умеешь. Будь уверенной в себе и никогда не надо вот это. Может, а если, а потом. Все уже есть, твое будущее прописано, поэтому, пожалуйста, не надо... Не могу это слушать. Но по тебе видно, что все норм. Положным полом. Сделено хочу быть лучшей ученицей недели. Как вы себя чувствуете сейчас, Настя? Ну, мне плоховато. Я вечером так что-то мне плохо было, почувствовала себя нехорошо. Меня начало морозить, я говорю. А наутро Насте Антоновой пришлось вызывать скорую. Врач провел обследование и поставил диагноз. Гнойная ангина. Анастасия по состоянию... О, это вообще отвратительная история, конечно. ...не у здоровья освобождается от части испытаний. Я надеюсь, что вы это примете и поймете. Спасибо большое. Ну, конечно, конечно. Спасибо. Ну, конечно, конечно. И потом, как только отойдут в комнату. Да чё она, блядь, там начала строить себя? Гнойная ангина. Да-да-да, рассказывай. Пару раз кашлянула, а я должна проходить испытания. А она нет. С какого-то перепугу, да ёб ты мать на кем. Я понимаю, что, что, блядь, я сказал? Даже сам не понял. Конечно, я понимала, что пропускаю, как бы, для себя важное задание. Но я бы не вывезла. В учебном классе девочек уже ждет школьный психолог Наталья Халаден. Халапенко. От слова халапеньо. Я вас приветствую, Наталья. Приходим мы, получается, в класс. Смотрим, игрушки стоят. Классно, там какие-то конвертики. Да, сейчас слезы у всех будут через пять минут. Подождите. Игрушки, конвертики. Я сначала подумала, что что-то будет связано с детством. Сегодня у нас будет тема отношений с мужчинами. Ой. Ну все. На этом все хорошее закончилось. Не, у меня есть друзья, мужчина. Только друзья ничего большего. Я к себе не подпускаю. Я уже говорил в прошлом выпуске. Мне сказали, что она беременна. Видимо, подпустила кого-то. С чем я ее поздравляю. Искренне молодец. Я рад за нее. Яночка. Изменяли мне. Все. Я никого не подпускаю из мужчин к себе. Как бы у меня было два парня за всю жизнь. Все. У меня какое-то негативное, наверное, большее отношение. Просто мне мужики такие попадаются. Я не могу с ним долго ужиться. То ли они бегут, то ли я бегу. Яночка, у тебя как? Познакомилась с своим бывшим уродом. Да, я помню по видео, когда вот эта нарезка была, как она обращается с мужчинами. Он бухал, в него вселялся бес. Хорошо, что ты не бухала. И он все крушил на своем пути, в том числе и меня. Он мог прийти с работы домой. Ну, короче, теперь я такая стала агрессивной после моего бывшего. Могу расцарапать Максиму лицом. Полностью просто. Я, короче, даже его душила. У него чувство униженного человека. Потому что, а, он мужчина, б, его унижает мать его ребенка и вытирает об него ноги. Изольда. А мне говорить нечего. Ну, я знаю, что меня мужчина не посмотрит, в принципе. Я не веду себя так, чтобы нравиться мужчине. Расскажи, что с тобой происходит. Я не чувствую, брат. Ты же понимаешь, что это видно, что ты говоришь неправду. Я не готова сейчас об этом говорить. Психолог понимает, что Изольда что-то недоговаривает. Однако пока что решает не давить на девушку, а дать ей возможность самой захотеть раскрыть свою тайну. Я хочу, чтобы вот сейчас каждая задала себе вопрос, какие у вас отношения были с папой и как это потом преломилось в отношениях с мужчинами. Насколько они похожи. У меня вообще не было отношений с парнями. А с папой, ну да, он меня воспринимает как сына. И мальчики тоже, как брата. Да. Папа считает, что со мной все в порядке. Что не надо мне там не меняться, ничего. И для меня вот самый страшный момент это вот сказать папе, что я хочу прекратить свою спортивную карьеру. А, это жесть. Я сейчас смотрел, точнее досмотрел сериал Sex Education и там был парень. Но я досмотрел полтора недели назад, забыл как. Темнокожий парень, который встречался с Мэйв какое-то время в первом сезоне. И вот, у него там тоже раскрывали тему отношений родителей с детьми. Он боялся, наверное, сезона, если не ошибаюсь, два, сказать маме. Ну, там, мама и мама. У него не было мамы и папы. Там, они лесбиянки. Вот, и одна мама, это папа. Короче, он боялся сказать папе, что он хочет бросить плавание и начать просто жить. И настолько сильно он это боялся сделать, что вот я прям начал переживать уже за него. Ну, короче, очень прикольный сериал, бля. Началась какая-то реклама сериала. Я к тому, что я понял, что это за... Давайте просто сделаем вид, как будто я ничего не говорил. Кто меня понял, тот понял. Я вообще не понимаю, как сформулировать. Все. Я домой, блядь. Я больше не снимаю. Дайте мне переживание. Короче, это тяжелая проблема очень. Сказать своему отцу или маме, которая всю жизнь топила за то, чтобы ты стал спортсменом, то, что ты устал. Вот, все, давайте так. Так будет лучше. Папа-то строго воспитывал меня. Наказывал. Мне было очень тяжело рассказывать о своем папе, потому что это мои самые больные темы. Я даже и порой не понимала, за что я получаю. Сейчас я, возможно, могу там... Ну, у меня, да, я не спорю, у меня есть обиды на папу. Я его люблю очень, но это не вычеркнуть, это никуда не денешь. Да он сам знает, что у меня обиды есть на него из-за вот такого сильного воспитания. Каких бы ты хотела отношений с папой? Я не знаю. Очень хотелось бы, когда вот мне плохо, сесть ему все рассказать, все, что происходит, даже в плане с мужчиной, чтобы он сам мужчина, чтобы он мне дал совет. Да я не знаю, я не общаюсь с ним никогда на такие темы. Ему тоже от этого боли, что он меня воспитал, и вот я такая стала. И мы никогда не можем вот так сесть, откровенно поговорить. Мне нужно его плечо мужское, вот и все. Не было отношений, поэтому нейтрально, да и отца не было. Нигде, никогда, ни на фотографиях, ни в жизни, никогда в жизни не видела. Отношения с папой оказывается настолько острая и больная тема для пацанок, что девочки едва сдерживают слезы. Я не понимаю, как любить мужчину, если у тебя не было возможности любить своего отца. О, а тут отец депутат, я думаю, что любовь была точна. У вас есть конверты, я предлагаю их распечатать. Я не могу, смотрю на Колтыгину и мне все это смешно. Я не знаю, что с этим сделать. Я боялась открывать, я думала, там какой-то... Какое-то письмо, может быть. Я открываю конверт и вижу фотографию папы. Красивый талант. Вот, кстати, тот самый депутат, про которого мы слышим с вами на всю Россию. Не знаю, просто бедный папа в том плане, что вряд ли он, конечно, депутат, но может и депутат. Нормальный мужик абсолютно. И вот он смотрит пацанки, она там кричит. Мой папа депутат, ФСБшник, ЦРУшник, президент. Бля, это ржач. Красивый, талантливый, молодой. Откуда такая фотография у них? Эту фотографию, честно, вижу первый раз в жизни. Где маленькая кнопочка, и папа такой молодой, красавчик. Еще улыбка, у него до сих пор такая улыбка осталась. Я специально не смотрела вообще фотографии, я смотрела других. Потому что я знаю, что меня накроют. Вы все достали фотографию папы. У двоих человек это тень. Ничего о папе вообще нет. Ни в письмах, нигде, никак. Такая же ситуация и у Яны Венгерской. У меня вообще, в принципе, нет фотографий. Мама сожгла фотографии. Я не знаю, зачем она их сожгла. Ну, просто сожгла, видимо. Я. Покажи папу. Ты на папу похожа тоже. Я знаю, я знаю. Покажи мне. Он очень, очень добрый, очень хороший. Диана Чарагян показывается фотография, как ее папа мило обнимает, а ты понимаешь, что у нее, его нету сейчас. Отец Дианы Чарагян Если сейчас на экран взгляните, я слева. Он погиб. Он был очень талантливый, очень добрый. Он был вообще удивительный, очень редкий человек по своей натуре. У меня отец, короче, на Байконуре служил. Космонавтом почти был. Он меня любил. Ему другая женщина, сына родила. Я с того момента мы с ними общаемся. Не живи ты с мамой, ну ты общайся хотя бы со мной. Мне интересно, как у него жизнь, как у него дела, чем он сейчас занимается. Я хочу с братом познакомиться. Сейчас мне 24 года. Я, конечно, еще сопляк зеленый, который ничего не понимает и только умеет говорить. Ну, я надеюсь, что это действительно крепкие мысли. Я с ними пойду дальше, они будут только улучшаться. Но пока что, я даже представить себе не могу, как вот, к примеру, у меня есть семья и родился ребенок. Точнее, есть жена и родился ребенок. Ну, в жизни все бывает. Ушел к другой и там родил ребенка. Почему я не могу возвращаться к другому ребенку? Это же мой ребенок. То есть для меня это настолько пока что в голове не укладывается. Наверное, в моменте у этих мужчин происходит какой-то переворот. Они такие, ай, все, насрать, раз таких вот ситуаций очень много. Их просто очень много. Но вот, мне это вообще в голову не доходит. Типа, это же мой ребенок. Да, мне может быть действительно станет насрать на мать. Ну, в смысле, на мать моего ребенка, то есть на мою бывшую жену. Неважно, какие там причины. Измены, ругань, похер. Просто вот все, ее нет. Просто так формально. Привет, пока. Как там дела у ребенка? Ну, при чем тут ребенок? Я вообще не понимаю. Я очень надеюсь, что у меня в принципе такой ситуации не будет. А если, не дай бог, настанет, то я постараюсь всегда общаться с ребенком и делать для него все. Ну, так хочется. Это просто я так, поток мысли мой. Дружочек, опять же ты. Что ты говоришь? Ну, папа умер, когда мне было 3 года. Он на машине разбился. Ну, мне кажется, он меня оберегает от всяких ситуаций, от сколько у меня было моментов. Да, написано «Мой отец, мой ангел-хранитель». Когда Юля Мешко плачет, вообще становится грустно максимально. Почему я затронула эту тему папы? Потому что каждый из вас как-то эту всю свою непережитую боль с папой как-то реализует в своей жизни. Я хочу предложить вам одну технику, которая направлена на то, чтобы принять своих настоящих родных пап. Я предлагаю взять фотографии в руки. Вы просто повторяете за мной вместе фразы, хорошо? Мы начали повторять за Наташей. Не пропустите далее. Мозги... Мы не пропустим далее, потому что Ваня сделает так, чтобы далее не было. Далее не надо, Ванек. Далее не надо, Ванек. Это не показывай, Ванек. Далее не надо, Ванек. Далее не надо, Ванек. Это не надо, Ванек. Далее не надо. Далее не надо. Далее не надо. Не надо, Далее, Ванек. Далее не надо, Ванек. Не надо, Далее. Далее не надо, Ванек. Не знаю, нахуй тебе это говорю все время. Далее не надо. Далее не надо. Прости, Ваня, я не знаю, зачем я тебе это говорю. Далее не надо, Ванек. Далее не надо, Ванек. Да, это Далее нахуй его, да. Далее не надо, пойду умываюсь. Далее не надо. Далее не надо, Ванек. Далее не надо, Ванечка. Не надо, Далее, Ванек. Далее не надо, Ванечка. Далее не надо, Ванек. Да, Ванек, далее не надо. Далее не надо, Ванек. Далее не надо. Далее не надо. Не надо это было вставлять, Ванек. Неважно. Далее не надо. Далее не надо. Так, Ванек, давай пролистнем. И вы это увидели все не в сжатом виде. это было очень сильные слова ты большой а я маленькая ты большая маленькая ты отец и ребенок ты отец и ребенок и пристал что папа сидит я понимаю что это все слышит я чисто что смогла повторять я повторяла но то что я чувствовала что сейчас начнется у меня астерика я пропускал если бы не ты не было бы меня я попыталась представить как он выглядит его представила высоким таким ты любил как мог давал что мог и как крышу сорвало мне так захотелось быстрее с ним поговорить его услышать я и папина и мамина я и папин и мамин а то я повторяю я и папина и мамина я че девочка что все хватит я просто соскучилась по нему реально мне хотелось за руку взять его мне хотелось с ним боимся пообщаться я не знаю посмотреть глаза ему наконец какая-то гипер истерика началась ну это здорово когда есть возможность вообще своего отца услышать что он есть у тебя в наличии и что он тебе ответит наталья холоденко вопреки правилу не пользоваться мобильной связью в школе леди решает дать диане возможность услышать голос родного человека прикольную холоденко вообще топовая алё алё пап это диана пап ты меня любишь я тебя тоже очень сильно люблю мой папа сказал мне что он меня любит это вообще было для меня настолько круто и неожиданно вообще папа сказал ну конечно ответив на твой вопрос ну все равно и и все начали звонить своим отцам мне короче это цепь прям бесило то что я не могу не позвонить но куда позвонить не берет не берет не берет конечно мне хочется пообщаться ему видимо нет ну я все таки решилась позвонить папе алё пап привет мы с ним вообще редко разговариваем я даже не знала что мне ему сказать это по тебе очень сильно люблю очень скучаю по тебе и когда прощается он такой давай тоже люблю целую и я тебе целую пока папа и как бы ну это было очень приятно слышно лиза твой папа лиза твой папа очень интимный для меня процесс не хотела потому что я в целом с отцом не общаюсь я до него не дозвонилась потому что он был на работе если бы у меня был бы в наличии как у всех остальных конечно дозвонила бы сказать ему как он для меня важен тебе мне так жалко юлю жесть вообще она прям еле сидит спасибо вам за эту работу я даю обещание не предавать людей себя ну у каждого понятно свои причины почему мы такими стали жестокими озлобленными на этот мир во многом да из-за недопонимания с нашими родителями я вот только сейчас в школе начинаю осознавать какую роль играют в жизни наши близкие какую поддержку опору и вышли с этого урока ну да опять наплакавшись вы немножко счастливы почти у каждой пацанки не было теплых и доверительных отношений с их отцами но на этом уроке я бы тоже обнял Юлю мешку если честно если бы я там был девочки впервые осознали что это вовсе не означает что их не любили понимание этого важный этап на пути к внутренним изменениям а впереди очередной сюрприз от учебы да это жесть вот я сейчас так задумался прикиньте есть какой-то вот батек который там решил не проявлять любовь забил хер и потом просто жизнь человека на какой-то период может так сильно разрушиться а может быть разрушиться на всю жизнь ну как минимум оставит большой след потому что есть вот эта пропасть нет отцовской любви потом происходят какие-то проблемы в общении с парнями и так далее то есть просто от одного человека вот так вот просто кубарем до конца жизни все идет это просто кошмар какой-то как хочется чтоб люди были просто адекватны просто адекватны я не говорю быть идеальными какими-то да просто адекватным человеком все и телей приезжаем в какое-то место лаборатория медицинская я думаю нас будет лечить на анализы будем сдавать половину надо себе на леску потому что она твоим повытирала вообще полусторонные уже баба стоит все красиво значит я эксперт в отношениях мужчин и женщин шарит там девушки мужики короче коуч сексолог да не надо мне только советов и девочку все знает это лаборатория любви интересно правда мы с коллегами решили добавить научный подход в обучении пацанок в этом месте им помогут понять что мешает им быть счастливыми и выстраивать нормальные взаимоотношения с противоположным полом проверим насколько ваше сознание отвечает вашему подсознанию мы будем проходить исследование и разберется кто же нам нравится поистине реально было очень страшно потому что о чем мое подсознание это говорит изольта наша первая я не буду первая пожалуйста я же изначально сказала что я иду последняя сразу сказала откроется то что я сама даже о себе в принципе не знаю и поэтому это наводило какой-то страх какую-то панику внутреннюю вы же смелы вообще вы провокатор погнали я по итогу зашла в этот кабинет смотри сейчас моя ассистент оденет на голову тебе датчик и ты будешь с помощью этого датчика посылать мне сигнальчики этот аппарат будет считывать мозговые импульсы а специальная программа будет их фиксировать после чего эксперт расшифрует полученные данные это поможет разобраться насколько подсознание пацанок гармонично с их поведением в реальной жизни и как оно влияет на взаимоотношения кстати у нее в компьютере точно такой же экран мы сейчас в цру ребята Америка с мужчинами все мы готовы она мне показала много картинок боже мой вот его жизнь наказала вот это прикольно прикольно ну да была картинка где малыш такой ты любишь ну сами посмотрите я вижу да как ему не понравится сейчас еще один этап второй этап эксперимента начинает это голоса то есть это на звук слова и интонации также стимулируют определенные зоны мозга и помогают выявить подсознательные реакции на различные психотипы мужчин сколько существует всяких разных экспериментов какой-то шлем на голову надели какие-то импульсы кроме меня ты никому не нужна какое-то прям зло я аж глаза открыла солнце я хочу от тебя сына все открывай глаза она первое что сказала она сказала что я настоящая женщина потому что я эмоционально очень скажи у тебя было как это ну рукоприкладство в твоей жизни со стороны мужчины приносили били ты вот реагируешь да при насилии били на чувство вины и ты накапливаешь в себе агрессию момент агрессии есть всегда был всегда сейчас он гораздо меньше ты настроен на такие деструктивные отношения нужно над этим работать и меняться в следующий раскрывать тайну собственного подсознания готовится Юлия Мишкова ребят я не могу блеско ой да че он ему макс покажет я че захочу то он и покажет картинки начала показывать о это я с бадуном серьезно ой ну это маменькин сынок тютя терпеть не могу таких включила ау даже это ржет кто эксперимент проводит но это очень смешно ой маменькин сынок сразу видно аудио помним будешь делать как я сказал да точно блять она просто лучшая я сказал замолчи да он мне таки гады с*** говорит думаю боже зачем за мной повторять это же мои фразы ну вы выбрали таких безопасных мужчин да безопасных но я не люблю какая я вот он так вы передавливаете слегка в ваших отношениях поставил мне диагноз мне надо быть помягче и быть на уровне с партнером а не доминировать он скажет я доминант думаю я думаю моя проблема в алкоголе она кажется вот где собака зарыта теперь знакомиться со своим подсознанием готовится Яна Цветкова пару красавчиков показала прям у него парня похоже такие же красавчики нет этому бы я не дала виду что он нищеброд мужчина должен обеспечивать женщину и дарить ей не дешевые подарки вот смотри на что у тебя была позитивная реакция позитивная значок мозга определил что вам понравился вашу в боксерских перчатках когда тебя подавляет мужчина тебе это не нравится соответственно возможно тебе понравилось на этой картинке то что его можно подавить у меня беснивка был в ш参ку у меня бестниpak если мужчина который у всех исполняет желания своей женщины для меня это мужчина который очень сильно любит ну да я не знаю что с собой делать у меня отвращение вызывает это Яна я просто не знаю что с этим делать я стараюсь смотреть молчать но у нее максимальное злое лицо звучит она отвечает но там такая бул это дел потому что да на хер мне это надо и вот это вот у нее прям б bitch у нее прям очень злое лицо я не знаю кто-то замечает это или нет или у меня какой-то гон на нее дамо на очереди настя донских настюха максимально добрая вообще просто только позитивные эмоции ну что это за капота больше страшно было чем красиво симпатичный мальчишка накачанный ты себя комп скал перекачанный ну ладно на вкус и цвет подруги и товарища нет форта бы чувствовала рядом с таким мужчиной у меня у самого же проблема по поводу перекачки ёп твою мать мне надо видимо реально сейчас как-то поменьше ходить в зал потому что я прям перебрал уже у меня же это вот футболка купил 6 даши 6xl 6xl и она мне как бы чуть-чуть свободненькая но при этом впритык вот это если я в зал хожу и буду на пампленной девочки это какой-то перебор вот эти бицепсы ёп твою мать ой ужас мне кажется нет такой весь я такая то есть он слишком хорош да я сняла эту шапку невидимку и показывает она мне то вот мозг у меня отреагировал на этого гоп-стоп кухня party тебя подсознательно тяга вот мужчинам которые попроще даут там покомфортнее я вообще особо не требуется не знаю что происходит может меня лечить надо ты сама как бы занижаешь от уровень отношений настю сильно впечатлила услышанное и она решает поделиться с девочками и выиграть заниженная сама оценка поэтому у меня чмо какой-то на картинке по итогу еще моего не увидели в углу забил слезы страшно тебе дать вот тебе подсознание твое говорит что это твой идеал просто мужика который сидит и просто хавает 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 от тебя информацию хава это ты вот мой парень выглядит для других а вот картинка да таким же чмош да потому что ты его опускаешь в реаль чтобы через пять лет все его завалишь он уйдет стопудово он уйдет и не надеживают смотрите вот вроде плачет да я понимаю что ну не актриса это не актриса которая такая так надо заплакать чтобы зрители подумали что наверное все таки я работаю над собой и плачет я все это понимаю но не могу не могу потому что столько раз она себя вела по-скотски что просто это такую клейму уже осталось я буду в шоке если она там продержится до финала и я буду видеть изменения тогда я скажу ребят ладно да бывает и в очередной раз буду убежден в том что этот проект очень сильно меняет людей но пока что мне кажется и надо уже уйти с этого шоу и не могу смотреть пойду к психологу проработаю это скорее всего проблема из детства не закрыты гештальт пока яна цветкова переживает приступ истерики специалисты запускают диагностику подсознание диана макеевской мне в основном показывали каких-то полуголов перекачанных о таких мы еще не видели прикольный парень качку вот я прям представляю себя вот здесь на переднем сиденье ты чё блин тут начинаешь то ё-моё блин эта музыка еще такая из романтика из какого-то блин захотелось на свиданку ёперный театр блин включают мне разные фразы малая папочка все порешает класс я узнала малая папочка все порешает что в моем подсознании мне нравятся подсознательно влюбленные типы ученицы по-разному реагируют на возможность заглянуть к самим себе в голову наденьте датчики на голову не опасно это не будет излучение как нет 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 пепка начинаем опасно это не будет излучение каких нет блять телеканал пятница хотели чтобы у вас у всех было излучение в мозгу блять вот такая была цель лиза показывала она мне эти картинки всяких теле пузиков альфа че вот такие али андриана челентано такие все мачо мэн и таких вообще терпеть ненавижу на алкаша похож а вот этот мне нравится видно что он такой разбойничек такой джейсон стэдхэм ё-моё на минималочка а даже на минималочка но джейсон стэдхэм же правильно ты получаешь удовольствие от агрессивных отношений джейсон стэдхэм это конечно вообще реально задумайтесь актер красивый следит за телом я не знаю как он в жизни но надеюсь что такой же брутальный крутой как в фильмах но это какой-то блин кексимвол ё-моё ну блин вообще вот я как в фильм не посмотрю выходит стэдхэм я сразу такой лучше я уже не увижу джейсон давай и там просто в него стреляет 84 пули все мимо и он просто с первой дает в голову вот так вот выбрасывает пистолет протирает нос и просто так спокойно идет в разорванной одежде везде кровь но кровотечение нигде не открывается просто красные раны какие-то непробиваемый джейсон стэдхэм в какой-то момент я знаете как бы я его не любил я уже не могу смотреть эти фильмы потому что в него блять никто не может пулей попасть все просто не писали что это за стрелки блять где они обучались что никто не может попасть в джейсон стэдхэм никто вот такие темы мы разбираем с вами на телепроекте пацанки она когда сказала и вообще обалдела но просто она так и есть на самом деле мне это нравится я как бы не скрываю это такая реально я просто помнил сейчас ходил в москве год назад чуть меньше чем год назад на гнев человеческий а год назад на гнев человеческий и там была сцена где он просто так спрятался за ящик вот так стоит и начинает спокойненько доставать обойму а там четыре или пять человек просто лупят в этот ящик он естественно не простреливается все же знаете да дсп и дерево не простреливается вот и он стоит и после того как он понял что все достреляли они тоже начинают перезаряжаться вот так вот втыкает обойму вот так вот поворачивается и просто спокойно так 1 2 3 4 5 достает обойму выбрасывает и просто идет за последним который от него убегает я такой вау как же это реалистично достаточно жертвенная особо на и позволяешь скорее всего мужчинам пользоваться своей добротой выбираете тех кого можно обесценить судя по всему уже не согласна своим подсознанием ты заведомо смотришь на мужчин которые ведут а социальный образ жизни то есть по сути тебе нужно просто не стремится к таким мужчинам чтобы не уйти полностью от и у меня вообще какие же сутно хочется не знаю зачем то вам рассказать мне так нравится вот доску себе купил записываю тут немножко разведены снял зачеркнул пацанки я зачеркнул потом пойду снимать модель excel боже это продуктивность я сегодня съел 16 килограммов авокадо после йоги 16 килограммов я тащусь просто из этого всего боже мой какой же продуктивный господи пожалуйста не дай бог такого мужчины кому-то потому что в девчонке вы не выдержите я настолько продуктивно пару что я такая отбойная такая прям прям ух а чтобы у меня мужик был такой спокойный и чтобы у меня прям вижу рукавицах держал вот и закончился наш я раньше так всегда когда какие-то сценки про абьюзеров делал я сразу такой мужчина обязан держать бабу в ежовых рукавицах чтобы есть кухня это и иное место и она хер должна оттуда уйти пока не будет вымота посуды и не налито мне газированная вода потому что я мужик я захотел пить ежовые рукавицы единственное понятие которое должно быть здесь в голове у любого мужика уважающего себя и свои интересы соответственно эксперимент то о чем мы с вами говорили подумайте проанализируйте половину были возможно довольны половина там возмущаясь потому что наверное она так и является она прям точку попал в полном изумлении от эксперимента в лаборатории любви пацанки сели на скулбас и поехали наконец-то на химию девочки возвращаются в школу залетаем с девками в комнату лежит записка на кровати я ее хватаю короче давай читать здравствуйте ученицы сегодня вас ждут незабываемые свидания на это важное событие мы разрешаем вам одеть вещи на ваш выбор из вашего гардероба пацанки вне себя от счастья вольный дресс-код еще и возможность побывать на свидании но они даже не догадываются что стоит за всем этим на самом деле и какую проверку затеяли преподаватели на этот раз мешко если что идет на бег просто она хочет немного скинуть вес походу просто аэронмен или может быть какой-то кроссфит кросса напялила пошла все я готова где пацаны я решил одеть шикарнейший пиджак гуччи на голое тело пиджак гуччи на голое тело здесь может быть свидание о какой-то сэкспресса на голая прям голая гола или это лиза я не удивлен это было мужиком у меня в топору сразу бы все я вообще быстро собралась за две секунды дело все самое лучшее сразу пойду блесну умом и сам не будет бухлая я ухожу отсюда что это на изи такое и сам не будет бухлая я ухожу отсюда изи мы что-то про тебя не знаем тебе нравится возможно какие-то игры джинсы со стразиками такси топик чтобы черкнуть свои достоинства и это вообще мои единственные не спортивные вещи все готова дочь попова можно замуж отдавать единственная кто сегодня останется без свидания это насти антонова девушка продолжает болеть и соблюдает постельный режим дай бог заставит бегать кавалерам испытания ким чем с ним проходить короче ну я уже поняла что можно взять от чего с этого всего нарядные взбудораженные пацанки радостно идут на долгожданную встречу сидим мы ждем на берегу я уже посмотрела все на пляже сама женихов так уже хочу съесть выпить по-человечески они по кустам юля если он не пьет запьет тут не обсуждается запьет за угла выходит такая толпа очередная провокация ужас ребят сейчас будет мое время пародий пожалуйста пристегнитесь ужаснувшись от внешнего вида кавалеров пацанки начинают подозревать что сценарий свиданий будет очень непредсказуемым я сначала думала это это бомжи включили такой дабстеп на фоне беженцы и трусы стоят дороже чем у лук весь этих пацанов вообще нам нужно посмотреть как они прогрессируют в своем обучении в школе леди остались ли они на том же уровне или все-таки они попытаются вести себя как леди уже примерно знаю кто остался на том же уровне и не сдвинется с скорее всего никогда боже какая же у меня хорошая стрижка новая юпирный бабай блин ай кошмар с 0 на 0 3 переход 22 23 супер воскресенье что я делаю снимаю пацанок так и должно было быть об этом я мечтал да девочки именно эти кавалеры отличный способ разобраться кто из вас сумел вынести урок после проверки в лаборатории любви там мы получается будем с ними то есть да нет настя сбежать не получится время свиданий начинается прямо сейчас и как бы мы мне было с и просто бухнуть давай за знакомство знакомства кто-то был более-менее симпатичный кстати потому что у диана макеевской вот этот в маечке только переодеть на нормально напомним ну мне кажется там любого с переодеть будет в принципе нормально в лаборатории любви эксперт выявила что подсознательно диану макеевскую тянет на самоуверенных красавчиков посмотрим как пацанка проявит себя рядом с одним из таких парней это вообще очень сильно возмутило потому что мужчина не может так себе вести что это за поведение улыбайся берет телефон приближает самого себя класс я круто пусть я мне очень сильно хотелось его ушатать абсолютно нормальная реакция хочется ушатать парня с которым только что познакомилась это самое дурацкое свидание моей жизни тем временем яна венгерская похоже прекрасно ладит со своим новым кавалером а вот у изольды место свидания начались какие-то дикие разборки вообще нет мы не пойдем и не пообщаемся я сразу решила что никуда не пойду с этим типом я имею все уважение одежда запах а там все сразу было на лицо видно я не хочу я не хочу это не это не надо со мной так разговаривать а как с собой разговаривали на колени уже тёплый и вот так пожалуйста я не хотела с ним общаться из-за того что он ведет такой образ жизни на лбу написано что наркот он не заслуживает проводить со мной время может какие-то общие интересы мнение но вряд ли а вдруг у нас общий ты заткнись вообще мне приходилось жить среди таких типов мне никогда до такого уровня не опускалась он напомнил это прошлое которому я не даже не то что возвращаться не хочу вспоминать о нем не хочу но я жила с таким с таким народом который из этого не выползал я время с ними проводил день и ночь день и ночь серёжа у меня был царством небесным он из-за этого и умер серёжа у меня был царство ему небесное дамы дружили уходили воровали вместе и гэбом фу какая же эта мерзость какой кошмар он умер за это прям с иголкой венит трехкомнатная квартира 24 года девка которому нравилось но когда предлагали он никогда никогда не отказывался но ты был мой лучший друг в этом районе шесть лет я этим не занимаюсь уже я отказалась от этого прошлого почему я должна снова возвращаться если не хочу никогда не хочу похоже из ольда решительно настроена менять свою жизнь и навсегда уйти от прошлого тем временем начинается свидание у юли мешко опа а вот тут уже свиданка интересная напомним ей эксперт из лаборатории любви рекомендовала быть более сдержанной и перестать доминировать над окружающими я пришла в кафе ветерок в кафе купила себе пепси это чо стоит перцовочка ой боже какая красота мой блять просто ой боже бам по щипает и по шапке осечка и закусить не запить ничего а запивку тети купил закажи запивки он это него денег нет дурак я не денег чем думал когда сюда шел сразу видно на все уроки взяла на вооружение и уже используют их на практике прямо сейчас закончено свидание это был увлекательный аттракцион я ему сказала что он чуть я могу дать на маршрутку чтобы он поехал до мамы по прописке на в кучку сажи иди максим так сразу елизавета андреевна да приятно начинать с ним общение на вы я должна поставить тон что я елизавета андреевна может хотя бы светская балерина лиза колтыгина сумеет сохранить изящество и интеллигентность при общении с кавалером я занимаюсь бизнесом я торгую движимостью такая прям бизнес-лэйди до бизнес-лэйди естественно и как-то вообще относится к таки цари чешет блядя и вообще не краснеет им простым парням как я ты знаешь я привыкла включить в себе компетентность и относиться ко всем одинаково поэтому давайте лучше выпьем я так устала это было просто подводка прогрев такой максим владимирович вина из коробок это то к чему я стремлюсь на данный момент дай бог когда не получится купить вино в коробке выпить его на улице и пакет ну ладно и люди бывают разными так мало налили но лили у него были желтые зубы он был неподстрижен у него была грязная голова вообще занималась ранее я училась отучилась до девятого класса прям поехала работать в другой город а ты выпьем я завязала я не пью ни пива ни водку молодец у яна венгерской наконец тоже случилось озарение и девушка начала понимать что в ее жизни таким ухажером больше не место я поняла что если я не стану меняться то у меня будет вот такой чмонат настю донских эксперт вопросах любви предупреждала нельзя занижать собственную самооценку и вести себя слишком развязно это способствует пренебрежительному отношению со стороны противоположного пола я по сравнению с ним такой красоткой была мухлишко все по красоте ты знал моей мечты да лежит вот такие караси лещами просто и в англии а там чуть-то три полторушки что я эту рыбу без ножа не почище давай давай почищу я тебе говорю что такое неразговорчиво как разоваривши иди ты сам разговор скучно и неинтересно я до я прям со злости хватаю литруху и на него эту всю литруху что ты покончила пошел вон дядя вообще мы должны были посмотреть на себя со стороны посмотришь потом очень прикольно себя вела я так думаю что это мы себя так ведем да на свидание любительница остроты в отношениях ирина галащапова тоже наконец отдыхает один на один со своим кавалером достала два пиваса два бутылки я уже чипсы приметил этом пакете дому сейчас поем не тут-то было девочкам я тебе не деточка ну по крайней мере макияж как у деточка до заказ а то что что жизнь и так и никто не говорит у меня нормальный макияж был я ему как но у ворс но каменс вот я на тот момент отключилась я даже начала не соображать что происходит у меня эмоции вверх взяли и иры начался такой приступ агрессии что пришлось звать на помощь охранника школы леди это какой-то просто пик неадекватности прям пик закрывает этот марафон свиданий яна цветкова в лаборатории любви девушки рекомендовали перестать унижать мужчин и вести себя более скромно вот и посмотрим как я она усвоила эти советы мы пришли с ним какую-то забегаловку придорожную значит позорно а что лучше шампанское либо вино я полагаюсь на твой вкус дима приносит баклаху пиво и хлеб намазанный кетчуп хлеб с кетчупом это смешно просто батоны сверху дохера кетчупа подожди я так не ел никогда я мужик мой выбор но я единственно знаете помню что я делал раньше когда с мамой жил мне было может лет на 1 10 ну да я думаю что такое время я короче брал просто кусок сыра прям такой жирный огромный прямо так бам просто клал на тарелку в микроволновку на две минуты и у меня на тарелке был просто расплавленный сыр знаете своего рода карпаччо я просто ел сыр это вся история спасибо вы были на моем канале ладно мой мне моем платье шикарно великолепно предложили вот этот давай выпьем нужно наконец-то то скажем я выпью пиво с тобой но вот это вот если бы давай за любовь делай глоточек и вообще ужасно на вкус сейчас точно стошнит вот так вот выбрала миллиметра хлеба где нет кетчупа этого ты пришел со мной на первое свидание понимаешь ты как бы должен был показать себя я себя показал угостил даму пивом пивом я уже у меня уже как у быка уже как у дракона уже пару так идет за огонь полезет за всех дыр старался не обидеть его я от всей души а вот так сам пока 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 я тарелку что вы мне предлагаете еще сказать человек кидает тарелку в человека она кидает тарелку в человека вот так вот будет правильно кутами нашу вернула не словами попал по голове или куда-то там после этого полюбил максима два раза больше моего парня потому что блин в кафе хотя бы нормальные ходили перенормальный алкоголь побольше пожалуйста тени ну чтоб мы точно тебя поняли по итогу только две пацанки сделали правильные выводы из свиданий и зольда и яна венгерская остальные взялись за старое а занятия в школе леди продолжаются и девочки уже на пути к очередному испытанию приходим мы в лес видим стульчики ну я вот только наталью вижу мне сразу мысли такие сейчас будет опять копаться в ране я хочу чтобы мы затронули тему домогательств ситуации в которых мужчины проявляют по отношению к женщине моральное насилие физическое насилие салоне как бы это была такая для ограниченного количества школьниц я каждую психологию эту плачу я просто начинаю это рассказывать как будто я рассказываю чью-то историю два раза со стороны брата я помню про этого брата меня этим уже не удивишь что просто мир заземлять высшей степени первый раз так у маленького возрасте а второй раз подростковый я посидели и он как бы руку начал ложить не там и это ее брат и понимаю какие на самом деле больно как ты сейчас реагируешь на мужчин вызывают ли они вот такое чувство страха как брат до каждом видишь до сих пор брат а он когда-то выйдет из тюрьмы и как тогда ты об этом думала до я не хочу его видеть серьезно мой единственный страх в будущем то что в горе не укладывается брат вот он вернулся он это все увидит и что он не сделает но я перееду в любом я не буду с ним жить и мне надо уехать в другой город я возможно это как-то понимаю но я маму в омске одна не оставлю с ним потому что я знаю он будет тянуть деньги там я не смогу вам отпустить я люблю ее типа больше жизни мне так уже спокойно об этом говорить вообще и это прекрасно единственно там конечно еще вопрос к маме вот она так сильно хочет ее забрать потому что она ее любит ей жалко маму а мама в свою очередь говорит типа да чё ты придумываешь ничего тебя брат не трогал хорош наговаривать не было такого блять я не знаю просто что делать в этой ситуации я не психолог поэтому я промолчу но мысли у меня конечно не очень хорошие мама которая просто не слушать свою дочку сын в тюрьме то есть наверное если сын в тюрьме вряд ли он какой-то супер адекватный человек но при этом она дочери все равно не верит не надо наговаривать ничего он тебе не делал мне понравилось то то что настя уже открыто это рассказывает как бы мне кажется она уже с этим борется и не получается на самом деле было легче были кого-то у меня слезы были уже но типа но не взахлеб как в первые это разы были и тут своей истории захотела поделиться диана чарагян был мальчик с которым мы дружили гуляли ему было 20 мне было 12 просто мы общались гуляли мы оказались у него на квартире один момент повалил на кровать и начал заваливаться на меня я просто не надо не надо не надо потом начал короче жестко меня держать и лазить везде я просто лежала и не понимала что мне делать в один момент он просто внезапно слез и засмеялся он просто смеялся говорит слишком красиво это держишься как ты думаешь как ты попала вообще в эту тему унижение вообще даже понять не могу как эта ситуация произошла 20 лет бивень блять тупорылый гуляет 12-летняя девочка зовет ее к себе домой ложится на нее пытается где-то лапать потом еще высмеивает 20 лет то есть это 4 года назад мне было 20 лет я уже блять работал вовсю ездил там куда-то что-то делал у меня мне кажется даже мысли бы не было с ребенком погулять это тоже какой-то отбитый на голову блять который опять же типа испортил жизнь девочки круто блять что это за мир куда мне надо переехать что просто этого всего не слышать где где эта точка может норвегия не знаю посмотреть по процентам где меньше всего насильников и идиотов блять которых в тюрьмы садятся за насилие просто какой-то трэш какие же блять конченые выродки я просто не представляю 20 лет и с тобой ну вот у меня сестре сони 11 по моему как это я вот пойду гулять сони и позову ой блять я не понимаю что это такое когда мне сказали что все нормально но такую как ты в принципе полюбить невозможно потому что я же то есть что невозможно полюбить она конечно находит таких мужиков себе но как можно такими мужиками вообще находиться вообще в одной квартире в одной хате просто так же как ты находишься со всеми мужиками у тебя есть свои проблемы так же и она не знаю может быть любовь такая сильная ну мой вот этот вот последний замечательный человек присылал мне фотографии сисик посмотри вот какую надо иметь фигуру а цветы ну ну не за внешность тебя люблю ладно и не открыто говорил типа да я буду хотеть других баб всегда извини блин у нее такая история жесткая ее все и каждый пытаются обидеть это вообще отвратительно мне было много срыв из-за того что просто я не чувствовал себя там желанный вообще сексуально привлекательный доходило до того что я резала себе грудь лезвие я я в принципе изрезаны пол тела я хотела себя изуродовать я хотела причинить себе боль просто изрезана пол тела почему у меня есть приступы как это называется даже знаю аутоагрессии аутоагрессия появляется от запрета проявить агрессию во вне и можешь кричать не на нет я никогда не я почему-то не могу закричать упражнение нет и не буду кричать мы тебе все поможем давай я не могу и смотри что с тобой творит я начинаю плакать короче и мне не все эти слезы текут они просто крикни я начинаю смеяться потому что что за тупость почему я не могу просто крикнуть что за реакция диана почему ты плачешь я не хочу кричать я не могу поверь мне просто попробуй сделай это механически ненавижу 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 у изольды тоже есть тяжелое воспоминание я холоденко реально респект умничка вообще крутая о нем девушка не захотела говорить на уроке психологии в начале недели но похоже сейчас она наконец готова выковырится но он заслуживал моего доверия поэтому так случилось я больше даже на него и не больше себя виню пришли к нему домой я шла впереди когда обернулась у него уже был нож в руках потом он сказал давай я тебя привяжу и схожу за водкой а когда привязала все сначала побил меня какое-то время он бил по легким он бил вдыхало а потом шею затягивал периодически давал дышать не давал дышать давал дышать не давал дышать я даже не буду браться это комментировать все и меня меня здесь нет смотрите как если вы смотрите в экран смотрите просто в левую часть экрана потом увалил меня это было очень долго это оказалось вечности если бы у меня оттуда не дай бог в жизни такое сложилось у меня психика была я считаю я бы не смогла с этим жить в часа в три ночи по моему 4 он меня отпустил я переболела я переотмывалась от этой всей дичи и просто она произошла и я гоняла что я беременна первое время а то есть ты боялась что ты забеременна я не боялась нет я определенно дала себе понять что у меня будет ребенок у меня будет полиночка да я верила в то что я мама я перестала ругаться матом я перестала курить это было три месяца помню но аборт бы я не сделала и бога бы благодарила за этот подарок даже от насильника конечно а ребенок тут причем ну там одежду смотрели ходили с подругой кроватку взяли там и золь да вообще ты меня удивляешь сегодня мы в тебе сегодня меня тоже сегодня увидели женщину потому что она всегда была такая закрытая закрыта и тут она рассказывает типа такой я хочу поблагодарить вас за то что сегодня мы открыли такую непростую тему вы символично одеты сегодня вы видите у вас да это получается вот вывод такой что один человек может ну пол жизни похерить вообще спокойно то есть просто попался идиот я сейчас не буду даже эмоционировать никак попался какой-то идиот да это не идиот это просто именно выблюдок тварь я не знаю любые слова сюда подбирайте все подойдут в принципе под описание и сделал вот это и все человек становится пацанкой дерется курит пьет не подпускает к себе никого просто из одной гниды вот так вот это работает такие черные одеяния под ними белые одеяния я пригласила для вас девушку которая проведет обряд такого очищения чтобы вы могли сбросить все плохое что у вас было и вы попрощались с той болью которая у вас есть с обидами на мужчин и настроились на чистое светлое женское счастье ну для меня этот урок очень сложный был на самом деле на этом уроке психологии не все девочки сумели рассказать о своих историях но те кто смогли они безусловно молодцы у каждой девочки есть событие которое хотелось бы навсегда вычеркнуть из памяти ну кстати вот для тех кто как и я в том числе там года еще полтора назад думал какие обряды какие психологи типа зачем зачем ну что они сейчас там будут сжигать ребят когда происходит вот такая вот ситуация в жизни и вы просто при малейшем воспоминании начинаете плакать никого к себе не подпускаете надо пробовать все потому что что то сработает и такое же у меня отношение ко всяким инфо цыганам ко всяким непонятным авторам книг которые тоже там инфо цыганят типы Да зачем эта читать это вода важно понимать то что в каждом даже говне по вашему мнению для кого-то есть польза то есть кто то в это свято верит и для него это служит какой-то мотивации для него этот человек возможно или еще про какого-то выдуманного автора становится кумиром и он начинает что то делать и тут самое важное начать что то делать чтобы что то произошло скорее всего это лучше чем не делать ничего потому что не произойдеттр chose понимаете да как это работает Поэтому любая практика когда такое состояние точно лишней не будет. Вот такое вот у меня мнение. Мы развели костер и начали палить свои плащи. Сняла эту мантию, мне как бы стало полегче. Надеюсь на то, что такой жизни у меня больше не будет. Я хочу, чтобы правда у меня все получилось. Вот каждый как бы с облегчением это делал. Я прям представляла, что этот балахон мой душ, я его костер вот так вот кидал, что там горел. Давайте присядем возле коста и пройдем древний обряд плетения венков. Мы должны были вплетать в эти венки свои желания на будущее и свои мечты, чтобы они исполнились. Я вплетала, загадывала свои желания, у меня улыбка была. Это работа и груди. И мы вставляли свечки в венки и пускали их в воду. С улыбкой отпускаем мир исполнения наших желаний. Выглядит красиво, на самом деле. Хотел сказать, выглядит хайпово, но понял, что здесь это слово неуместно. И мне прям стало так легко сразу же, реально, так легко. Я прям почувствовал, что вот жизнь налаживается. Да, изи для меня сегодня раскрылась вообще максимально. На смену ритуальному отпусканию обид пришел новый день, а с ним и праздничное настроение. Сегодня день рождения у Яны Цветковой, и учителя подготовили для именинницы сюрприз. Ладно, в честь... Блять, хотел остановить. Посмотрите, где я остановил. Только я могу остановить вот здесь. Это откуда она, блять? Из проруби, что ли? Что же это за тюлень такой мокрый? Короче, что я хотел сказать. Ладно, в честь дня рождения Яны я не буду ничего про нее плохого говорить. Дадим шанс человечку. Такое бывает. Я адекватный, добрый. Посмотрим, что будет. Ну, как бы стрёмненько, как будто мне 7 лет. Клупаки осталось клоуну вывести. Давайте хоть чокнемся, вы чокнемся. Давай, Кокимора! И мы все, значит, поздравляем Яну. Кстати, мне 24 года, я взрываю попыть весь ролик. Ну, ладно, просто знайте об этом. И тут идет какой-то парень. Вижу белые кроссовки, цветы и мишку. На прошлой неделе Яна Цветкова призналась, что уезжая в школу леди, она порвала отношения со своим парнем Максимом. Однако преподаватели решили их помирить. И нет лучшего повода, чем день рождения Яны. Интересно, как же отреагирует именинница? Максим! Ну ладно! Я просто вспоминаю, как она этого Максима избивала. Я даже не могу теперь на это нормально смотреть. Сайт, оказывается, ее кот помойный. В полном шоке приехал мой Максим. Особенно после вчерашнего свидания. Я тоже так хочу! Она была такая, конечно, счастливая. Ей день рождения устроить вот такой подарок. Я очень была рада за нее. Зай, как ты приехал? Подожди, я не верю! Это сон! Я плю ночью! Маленькая нотка грусти вот промелькнула во мне. Что я думала, было бы здорово, вот если бы с сыном приехал, короче. Потому что тогда вообще коня двинула от радости. Но то, что Ладин приехал, это тоже. Ты же у меня принцесса. Ну вот, ну вот у тебя. Он и помойный, ничего не помойный. Ну что помойный-то? Ну давай! Это жутко наша! Где помойный? Адекватный очень мальчик. Я вообще не понимаю, за что он на его... Мне жалко его сказать. Я не знаю вообще, как он на ее сердце. Да, вот я тоже смотрю на него, и мне его просто жалко. Не знаю, как это объяснить. Она же просто невносимая кикимора. И вот он ее любит. За это ты на него скучаешь? Конечно, скучаю. Как Денис. Да Денис-то хорошо. А что, я звонил маме твоей, он сейчас с ней. Девки вообще умерли просто от зависти. Умерли. Что они вообще полюбили моего Максима. Они говорят, что Максим такой красивый, милый, хороший. Ла-ла-ла. Самый лучший у меня. Самый лучший, мама. Самый лучший, девочка. Не сдавайся. Я в тебя верю. Поняла, что у меня даже подарки, хоть бы он вообще с пустыми руками прижал, я бы все равно была счастлива. Что оставляет тебя здесь до финала? Мы в финале с тобой еще увидимся. Пока. Пока, Зай. Послушайте звук, как я взрываю попытку. Это очень круто. Я даже грустнулась немножко. Ко мне мужики так не приезжали. Вот она, истинная юная любовь, да. Мне не очень нравится, правда. Каким бы вкусным ни был торт, время вспомнить и об уроках. Неделя искусства построения взаимоотношений с мужчинами продолжается. Спускаемся вниз. Там сердечки, любовь, все дела. На улице стоит какая-то женщина. Я преподаватель в женском центре развития. Сегодня мы будем говорить с вами о вашей женственности. Тетка какая-то разбирается в шушерах, в шушерах между мужиком и бабой. У вас будет возможность выбрать партнера. Тут заходят эти молодые чемоданы. Молодые чемоданы, блядь. Ну, получше, конечно, чем были на свиданиях. Мой честный. А что вас так много-то? Сразу определилась, как только они начали заходить. В белом пиджаке такой. Вот он, парень с сережкой. Весь прямо такой взгляд пролзительный. Вот он, мой. Они начали рассказывать о себе. Вредных привычек нет. Не пью, не курю. Я занимался единоборствами. Занимаюсь сквошем. Исти поэли. Практически. Там один без вредных привычек. Другой не пьет, не курит. Где вы понабирали таких? И тут доходит до середины и говорит. Меня зовут Леша. Мне 23 года. Курю, пью. Понеслась. Пью и курю, все. Сразу поняла, что это мой придурок и алкоголик. Всем быстренько сконтачиваться. Вот я. Что мы с вами сделаем, ребята? Сконтачиваться. Просто подумала, вдруг моего сейчас кто-нибудь заберет. И я решила первое стартануть, побыстрее. Все, ты со мной, ты мой. Я тебя забила. Девочкам необходимо не ошибиться с выбором. Ведь эти кавалеры станут их напарниками в предстоящем испытании. Я выбрала исключительно по внешнему виду. До меня дошла очередь. И я выбрала вот этого алкаша своего. А потом подумала, что мне один? Надо брать пару. Так, я в шляпе беру. Давай, иди. Все. Я буду с двумя. Че, мне один? Надо брать пару. Они меня двумя. Бля, мешко, конечно, вообще просто ноль комплексов. Че хочет, то и говорит. Че хочет, то и делает. Вообще, просто по боку на все. Ее точно до дому донесут. Каждый выбрал себя по паре. И Кимара себе тоже выбрала мужика. А потом выходит ее Макс. Честно, я не обрадовалась, что я буду с парнем в своем испытании. У меня уже есть ответственность. Потому что там нельзя нам что-то провалить и так далее. Ты типа же за Кимарой стоишь. Пацана жалко. А ну, вали отсюда, козел! Хотел тебя изнасиловать! Ты вообще как в *** стоишь? Говорю, мой парень пришел, валет. Отсюда. Специально для Яны преподаватели решили оставить ее парня Максима в школе леди на весь учебный день. Там очень много поблажек для этой Яны. Я, может, что-то не понимаю. Откройте мне глаза в комментариях. Адекватно, конструктивно. Я скажу, ребят, да, согласен. Потом нам, значит, вот эта красота бриллиант души моей сказала, что мы идем переодеваться. Оказывается, мы должны были быть в купальниках. Выходим, а пацаны в трусах стоят, в белых ***. И дудульки-то видно. Смотрите, у всех колокольчики, бубенчики. И тут на работу я сегодня не иду. Я такого вообще не ожидала. Сейчас я вам раздаю красные помады. Мы намазываемся свои свистки. Ваша задача за одну минуту как можно больше оставить следов на теле вашего партнера. Победит та пара, у которой будет больше всего отпечатков. Готовы? Мишко проиграл, у него два человека. А, хотя наоборот, не знаю. Ладно, не знаю, почему у меня такое предположение. Начинаем! У Макеевска вообще, мне кажется, ей пора домой, потому что она уже все, она уже раскрепостилась. Мне кажется, ее исправили. Помаду грешу, тут кривая помады на пол. Давай, малая, топи, топи, топи. Давай, малая. Мой боже, лава. Допталова, малая, ё-моё. Боже, ты у меня есть. Стоп! Один, два, три, четыре. 45, 46, 47. 56! У Яви 56. У Насти 38 поцелуев. Она целовала его, это нормально. У Ири 64. У нас новый лидер. И когда она подошла, сказала, что у меня больше всех результатов, я вообще присела, мне даже стыдно стало. Я думаю, господи. Потом мы поменялись, Ромя. А что стыдиться? Просто быстро целовала и все, что это? Говорит как-то о твоем прошлом. Типа, да она это, блин, проститутка, а что она делала? Да она целовалась их на скорость, там, 70 вот этих, блин, поцелуев за минуту, ну это позор. Теперь они должны целовать нас. Время пошло. Только раз за одну минуту меня в жизни никто не целовал. Главное, не надо слишком сильные следы, пусть они будут слабые. Стаси, дурь, давай. Заня, ты медленно, надо быстрее. Я должна быть лучше, потому что это мой парень. Однако в результате подсчетов поцелуев оказалось. Результат Яны 69. Результат Иры 88 поцелуев. Говорят, что в двух этапах поцелуев выиграла Ирина Голощакова. А мы нифига лучшими не были. Вообще я обознилась, честно. Меня расстраивает. Я расстроилась, слова этого нормально не мог. А почему бы расстроилась? Кому все меня бесит? Мне стало обидно, лишь честно. И заметьте, она не пила, и у нее день рождения. И она на грани вылета. Точнее, она уже вылетала, была на грани вылета. И вот как она себя ведет, внимание на экраны. Напоминаю, нет алкоголя вообще в ней. Ноль. Вообще не обидно. Какие-то левые чемоданы нацеловали баб лучше, чем ты меня. Мань, сделай. Бедный парень, боже мой. Не может, какие-то чмошники и то больше не целовали. Ну, было все равно, мне кажется. Он ее прощает, она его посылает, и им нравится это. Нормально, не мог идти, как обычно. Потому что меня позорят вечно. Как он там стоит? Я бы просто со... Меня там не было. Зачем я вообще про всякие примеры привожу? То, что она выставляла при всех его идиотам и подкаблучникам, это было отвратительно. Мне почему-то искренне жаль Максима. Жалко, Максим, пожалеете его бедного. Все, он снова заслал, он у меня поехал. Вот это вот все. Меня бы кто пожалел, когда я делала аборт. Не то, чтобы он мне приказал сделать аборт. Он меня просил. Он такой, говорит, я тут подумал, нам дети не нужны, давай сделаем аборт. Пошли вы все! Я уже не могу, у меня изогренный срыв! В моем понимании, значит, мой мужчина должен быть самым лучшим. А раз он не был лучшим, значит, он меня не так уж сильно и любит. Не-не-не, мой вердикт все. Можете не писать в комментариях. К сожалению, слушать не буду. Это... Я даже не хочу это читать, если вдруг есть защитники. Хотя очень надеюсь, что не будет ни одного. Это психиатрическая больница 100%. Прям 100%. В ней нет алкоголя, и она срывается все время. Ей насрано, на вылете, на грани вылета. Все. Типа, не меняется ничего. Пятый выпуск. Ноль изменений. Нули. Ноль страха. Захотела заорать, заорет. Захотела ударить, ударить. Захотела послать, пошлет. Ей по... Абсолютно. Господи. Ой, как он не будет. Приходит Максим. Опозорил меня. Там было бы по 70, по 80. Вообще, п***ца. А у тебя сколько было? 69. Делевять. Специально приехал, чтобы меня завалить в мое испытание. Бля, я не могу это слушать. Фу. Все поняла. Сол, мошка с собакой. И он свалил. Пока в доме дрожали окна от криков Яны Цветковой, снаружи царил мир и гармония. Вам понравилось? Да. О, ну весело было. Хорошо провели время, я считаю. Но это еще не все. Преподаватель попросила девочек вновь сменить дресс-код для следующего урока. В общем, мы поднимаемся в комнату, переодеваемся в спортивную форму. Я тут понимаю, что сейчас, наверное, будем бегать с этими чемоданами, на перегонки, там, или гуськом ходить, или рачком. Я уже не знала, что реально будет. Мы ходим на улицу. Как ходили рачком. Смотрим, там лежат эти куврики. И тут приходит кот помойный. Ну что, гламурная, ты готова? Гламурная? Гламурная, спокойно. Уже все время дома так прикалывается. Что не хочешь сказать? Это для тебя. Зайон, праздник! Молодец, Янчик. Вау, да, это было искренне круто. Все, ты все правильно сделал. Возвращайся к ней почаще. Блин, мой идиот. Заходят мальчики наши. Сейчас вас ждет испытание. Мы поймем и проверим, насколько вы умеете доверять мужчине. У нас там будет какая-то йога. Парная йога, в общем. Вам надо повторить позу, которую будут показывать вам инструктора. Я ему не угрожала. Просто сказала, что если он поглощается, то ему хм. Нам нужно синхронно поднять всем правую ногу. Мешко там просто с двух сторон держит, чтобы, не дай бог, баланс не нарушился. Ну, ты видишь, допустим, какое-то упражнение, которое делают тренеры. И это выглядит вообще легко. Вы начинаешь делать, а ты думаешь, насколько это сложно. Стой, 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 стой. Переживаю, я все вывезу. Отфартило то, что он у меня фитнес-тренер. Вот этот мой напарник, он еще такой заботливый такой. То есть, там, Ирочку, все хорошо, там, ножки, не ножки. Парень садится, а девушку заходит на него сверху. Я как знала, надо было еще два брать. Что-то она выбрала двоих, потому что один реально бы не вывез. Боже, оплатите им лечение. Кошечки мои. Подождать! Сидим! Сидим! Пацаны, ну вы молодцы. Сейчас я на тебя еще сяду. Блядь! Мои сладкие. Вот я им доверилась, вот реально. Они вообще меня не подвели. Вот это по мне. Мужик работает, баба отдыхает. Эта поза называется собака мордой вниз. И в этом положении мы правую ногу на партнера забрасываем. Котопес! Меня вообще тут. Ребят, я прям стою рукой на муравейнике. Поворачиваюсь, смотрю, у него по руке толпа муравьев рыжих ползает. Кусают его, я вижу, у него рука покраснела, уже опухла. Жай, терпи, прожжой! Максим, ради бога, только держись. Я говорю, не подведи меня в этом. Она сейчас типа Максима искусает до полусмерти, он упадет, и она скажет. Ты, блин, тупой! Мы с тебя приграли! Я тебя ненавижу! Ты, блин, кот по-моему! Чувствуйте баланс друг с другом. Я чувствую только муравьев. Решите в мир. Зай, ну терпи! Сейчас одно целое. Терплю. Это же мужик, и он вытерпел. И мы не сдались, и мы выполнили это испытание. Я, честно, офигела от него. Я вообще не считаю его мужественным. Он на этой йоге, он казался мне наоборот мужественным. Я увидела его другими глазами. Вы стали более хрупкими, нежными. Я это заметила. Продолжайте, развивайтесь, принимайте себя, доверяйте мужчинам. Я Максиму сказала, давай запишемся на йогу, Зая. Он сказал, давай запишемся. С наступления вечера пацанок не узнать. Девочки превратились в... Вы порами алкоголя противоказанодица, мне достигшем 18 лет. ...в роскошных див в стиле ретро. В общем, выходим мы все-таки красивые. Вечеринка у нас была в стиле пин-ап. Черные стрелки и красная помада. По ковровой дорожке, по красной, как звезды. Вообще, к нашим чемоданам. А что вы не пьете? Да не знаю, мы вас ждали. Давай пригубим. Выпьем за любовь. Правило одного бокала. У меня опять бокал к руке прилип. Какой-то красивый, да. С такими глазами, я это говорил, с таким выражением, что я просто двинула коня от счастья, клянусь. Мой мужчина не приехал. В общем, он оставил ей... ...оборимение алкоголя противопоказа на лице не достигшим 18 лет. ...цветы. О, спасибо! Риза, вообще это из Ольды букет. Ничего не знаю, мой букет. Забирает и начинает утверждать, что он валялся на столе. Изоль, на самом деле, не смог приехать и, типа, передал свои извинения и передал тебе цветы. Спасибо. Изольда подрезала, собственно, булбукет цветов. Это полеменные цветы. Я люблю полеменные цветы. Мне нравится, что Колтыгина прям, знаете, как будто будет у нее... Я даже не знаю, как это объяснить. Это ее цветы и все. То есть это принесли цветы из Ольды? Нет, это мои цветы. Я в этот момент смотрю и не понимаю, это маска или... Или реально там крыша поехала, я не знаю. Но вот она настолько это серьезно говорит, что мне порой даже страшно чуть-чуть. Мне было приятно. Мы стоим, короче, все танцуем, отдыхаем, выпиваем. И тут идут, короче, курицы, штук 10, наверное. Этот внезапный визит незнаком... Опа! Ревность, привет! ...на самом деле очередное испытание от преподавателей. С его помощью педагоги хотят проверить, смогут ли их воспитанницы в этой ситуации повести себя красиво, как леди. Или же прибегнут... Употребление алкоголя противопоказано лицам, не достигшим 18 лет. Знаете это, ребята, и не пейте. К агрессии и начнут разборки с незваными гостями. Мои кошечки! Девочки, привет! Я сразу начала за выпивку переживать. Думаю, не дай бог, выпивку все украдут. Ах, Лиза, Лиза! Ах, Лиза! На бутеры не налетать! И тут как в воду глядела Настя Донских. Я изначально, короче, поняла, что эти бабы... Насте Донских уже все, им надо ИСП ВКонтакте поставить, там уже прям пара готовая. Это у нас получается какое-то сердца за любовь, обмен с женами, не знаю, все. Они друг друга нашли. Будут отбивать у нас мужиков. Разговариваем. К нам подходит какая-то телка. Давай, короче, к нему, к твоему мужику. Как отдыхается? Малышка! Как отдыхается и просто на зажимы являетесь? Мне больно. Тебе больно? Тебе приятно. Оботребление алкоголя противоказалицами и наслеченности. Ясно. А мой мужик так испугался. Он побежал, начал меня испугавать. Говорит, ты же девочка, что ты творишь? Если она так горзо тебя ведет, что я могу сделать? Что за беспредел? Я первый раз видела, что Диана проявляла такой интерес к парню. Баба готова была у души. Там, кстати, сейчас эта песня играет. А мой тип только говорит, типа, я хочу покупаться. Я говорю, иди купайся. Он говорит, не хочу. Потом он уйдет у другой телки. Уроды! Я говорю, ах ты с... Пошел-ка ты в бассейн. Иди давай. Употребление алкоголя противопоказано лицам, не достигшим 18 лет. У меня УКР, поймите меня правильно и не обращайте на это внимание. Вот так вот. Настя его начала скидывать. Ну, я ей помогла. Ну, он как бы побольше. Думаю, Настя, надо помочь. Давай, 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 давай! Ныряй! Ну, вот, покупался. Я хотела твичу провести только с моим парком. Люблю тебя. И я. Я в тебя очень сильно верю. Не подведи нас. Давай. Если бы не одно но, Ему надо было ехать на самолет. Давай, Зая, я тебя очень сильно люблю. Давай, пока. Скоро увидимся. Не переживай. Вот, по-моему, я уехал. И тут она кикимора начинает. Употребление алкоголя противопоказано лицам, не так считаешь, 18 лет. Все! Я спровадил в свою охоту. Или мы можем визелист. Залпы! Давай! Как можно так смеяться-то, блядь? Она именно прям, знаете, выдавливает. А-а-а-а! Слопуха вообще плакала, потому что ее х*** шел до другой девки. А эта сорокалетняя, которая была в полосатой юбке, она весь вечер за моим хахелем гонялась. То сфоткаться, то виной нарицать, то чечу рук нет твоих. Хорошо, что они не понимают, что это провокация. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. И она расстроилась, плакала, ушла. Яна! Ян! Ян! А у меня вообще все отношения изменениями заканчивались. И тут он в первый же день х*** исполняет. Но пациент ей то и вино подарет, то еще что-то. Я пошла вытаскивать скалопуху из комнаты. Сейчас быстро смыла, х***, черную пан глазами. И все. Я, короче, успокоилась. Употребление алкоголя противоказано лицами с 16 лет. Поднимается он. Но потом внизу как-то каким-то чудным образом помирились. Давайте, давайте, девчонки. Ничего не призвищало беды, пока Лиза не напилась. Ты меня обидел, ты меня унизил. Прямая катоклассница. Все цвета меня одна с тобой, как лохушка. Ее пацан ва*** смотрит вот на это все. Бабу х***, короче. Я говорю, Лиза, давай, поджигай. Да-да, тебя мы другого совета не ждали. Ты же максимально адекватная. Ты пример. Хотелось движение, веселье. Но свечка нечаянно задулась. Попадай меня в поле противоказано лицами. Она просто кинул в воду. Несколько раз случилась какая-то истерика. Она то убегала, то прибегала. Потом она убежала в дом, вернулась с чемодана. Я уезжаю в Монако. Я вспоминаю, что мой бывший муж живет в Монако. У него большой дом. Я решила собрать свои манатки и уехать к нему. Я не намерена здесь учиться. Это школа леди. Я уезжаю. Как это надо додуматься? Просто взять чемодан, пойти и говорить, я в Монако. На самом деле это прям как кадры из сериала какого-то. Лиза! Лиза! Конечно, моя подруга. Расскажи, у меня рейд принесся. Хотел бы, кстати. Употребление алкоголя противопоказано лицам недосекшего 18 лет. Блядь, вы понимаете, что типа она... Она ловит каждый раз белку всегда одну и ту же. У нее все знакомые, бывшие мужья, друзья, дети, все становятся какими-то невероятно богатыми. То есть у нее есть какой-то бывший муж, который живет в Монако. И она к нему сейчас поехала. Я не знаю, как на это реагировать. Я как Лиза так же вот, иметь такую же богатую фантазию, чтобы вот это вот все вытворять. У меня рейд перенесся! Рейд перенесли, она ж не допила на этом застолье, уже на следующее летит. Точно нет. Я лечу в Монако завтра, мне делать нечего. Я люблю Лизу. Мне нравится Лиза. Она нормально исполняет. Понял. Видимо, СП уже поставили. Базару-зару молчу. Все ушли, чемоданы, девки. Мы решили сделать заплыв. Там, смотрите, Юлия Мешков взяла с собой бокальчик вина, как и обещала. Внимание на экран. Там так закончится мирно и спокойно. Не тут-то было. Кто-то предложил сходить в магазин. Кто пойдет? Кто пойдет? Я пойду, я пойду. Все разбежались, садились в сорт. Я вообще последняя вписалась. Я оделась и... Девочек ничему жизнь не учат. Да, нужно снова покинуть школу леди. Леди, извините, я в Монако завтра. Вышла самая последняя. Такому спонтанному решению... ...потребление алкоголя противопоказанной лица меня решили нас населиться. Простите, пожалуйста, меня умоляю. ...потребление пацанок не смогла помешать даже охрана школы леди. Ну только мы выше, значит, в коридор налезли. Ну так, что важно? ...охранник. ...охранник. ...стоит. У нас много охранника деда. Охранника вынесли. Вперед нами. Мы тихонько через калитку, а потом рванули, побежали. Девушки переступили грань. Неужели для них желание выпить сильнее, чем желание начать... Слушайте, ну это какой-то непробиваемый сезон. Это прям какая-то дичь. Ладно, там раньше в других сезонах они велись на провокации и брали алкоголь, который там есть. Ну, типа, который предоставляет телеканал «Пятница» в качестве провокации, да? Эти просто... Она выпинывает этого охранника. Они бегут в магазин. Пятая неделя! Я вообще в тот момент ни о чем не думала. И эта самовольная пьянка продолжалась до самого утра. Мы ответственные люди. Мы сидели, еще дальше допивали, но докушивали. Мы аппетит-то гуляли. Это просто тела. Просто вот... Старались не думать. Так, были какие-то подголоски от нас. Вот завтра... Употребление алкоголя противопоказано лицами до сих, 18 лет. Танки, наконец, улеглись спать. Но не все. Для Иры и Юли ночного побега и пьянства оказалось мало. Алкоголь бил в голову. Девушки начали крушить все на своем пути и биться в истерике. Я не приеду больше. Я все хочу. Кого ты? Славь, я пошлю всех. Нервный срыв произошел. Какие? Меня накрывало, что за мной все ходят. Как камеры? Мы наели. Я правда устала от многого. Белка пришла ко мне. С леса, с нашего, с окна. Запрыгнула ко мне на плечо. Тут точно нужно будет сказать. Употребление алкоголя противопоказано лицам, не достигшим 18 лет. А лучше любого возраста. Потому что можно превратиться вот в это. Бывают моменты, когда меня кроют. А что, кинула шампур у человека? Когда я кричу, я хочу домой, я устала, я скучу по маме. Но про все при этом я понимаю, что я, если приеду домой, у меня все повернется на круги своя. Смотрите, девочки, как бы вам не пришлось краснеть за такое беличье утро, вечером на церемонии выгона. Пятая неделя. Просто что алкоголь делают с людьми? Это просто жесть. В школе леди подходит к концу. Приближается время, когда надо будет ответить за все ваши поступки, истерики и срывы. Мы с девочками спускаемся в холм, видим, стоят наши розы. Цветки отображают успехи учениц на уроках этой недели. Но, похоже, в вазах нет ни одного преобразившегося бутона. Я вижу, что моя роза свявшая. В смысле, что с моей розой не так? У меня потемнело во глазах. А вы же... Аааа! Лиза у нас впала вот. Валяется в стеклах. Роза, девочки. Обморок прошел. Такие вот у нас обмороки на 5 секунд. Это не показуха была. Обморок реально. За постоянную так вот исполнять. Я спросил уже у ее отца депутата. Для меня она шут. Маленькая девочка, которая отшучивается. Так, девочки, моя роза вообще, мне кажется, у меня в первый день была она лучше. Не знаю, что она завяла. Не знаю. У меня три лепестка вот этих свежих. Все. Могу понять, почему у меня такая роза. Потому что я на этой неделе как бы сорвалась. Все. Я боюсь, как бы ее сейчас не выгнали. У меня вообще какая-то гнилая роза. Я надеялся, что у тебя просто будет стебель. У Дианы качик у меня практически. Я схватилась за эту колбу, стою такая, ва**ть его. Хоть бы никто не разбила. У меня все хорошо, даже лучше, чем я ожидала. Тех остальных девочек откровенный бутончик подвял. Интересно, а как оценят эти цветы преподаватели Школы Леди? Понимаем, что нам будет... Заслужено. То, что произошло, это возмутительно. Речь идет о вашем ночном выходе за ворота Школы Леди. Этот поступок – вопиющее нарушение правил школы. Несомненно, кому-то придется ответить за этот беспредел. Но вот кому именно? Блядь, а какие они должны быть, если вы выходите за территорию и пинайте охрану, блядь, ногами, руками, кидайте шампуры? О, боже мой, ну почему они задают эти вопросы? Они же вроде не глупые девочки. Ну что за вопросы, блядь? Поговорим о каждой из вас. Диана. Чароген. Вы не участвовали в ночной вакханалии, но не смогли удержаться от распития алкоголя утром. Чувствовала себя плохо, я хотела снять похмелье. Ну я признаю эту проблему. Ну да, я с утра как бы увидела алкоголь, потянулась к нему. Я им сказала честно. На психологии вы смогли отпустить и простить обиды. Меня не похвалили в итоге. Они сказали, ты косячница? Ну в целом норм. Они сделали упор именно на косяках мы. И тут приходит моя очередь. Вы были одним из инициаторов возмутительного ночного события. Не, 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 это не она. Оставьте ее еще хотя бы до сезона, хотя бы до финала. Пожалуйста, не трогайте ее. Если сейчас вдруг ее отправите домой, возьмите обратно. Это нормальная практика, это работает. Девочка вообще, она прям борется, она умничка. Просто хотелось просто посидеть с девочками. Около бассейна, поговорить по душам. Ну, покушь тортик. Да, это тортик, если что. Другой день, начнете. Смехе не покушать. Вот это тортик. Ха-ха-ха. День рождения, понимите, простите. Яна, на этой неделе вы попадаете в номинацию худшей ученицы недели. Если сейчас ее не выгонят, я уже буду не просто расстроен, я буду уже разочарован. Юля Мешкова теперь пог... Либо, может быть, они, блин, специально так оставляют ее, чтобы все зрители так же, как я, типа, какого хера? Ааа, и ждали, чтобы ее выгнали. Может быть, это какой-то ход конем, я не знаю. Говорим о вас. Все, если что, и фамилия, у меня это же дрожь. У вас были бы все шансы стать лучшей ученицей недели. Да ну, тьфу, что же они мне раньше не сказали? Я бы никуда не пошла. Вы также стали одной из инициаторов и организаторов ночного побега. Кто пойдет? Кто пойдет? Я пойду, я пойду. Все разбежались, садились. Все. Два часа лет жила, но у меня не было запрета. Просто по-трезвому я, может, держу это в себе. А выпить алкоголь, ну, меня взял вверх, и я сделала такой поступок. Они подумали, что я как-то хочу себя оправдать, но я сегодня оправдываю, что это ситуация. На этой неделе вы вновь попадаете в номинацию худшей ученицы недели. Все сделать хорошо, реально, она же молодец, веселая, совсем справилась. И в конце все обосрать так, чтобы стать в номинантке на выгон, блядь, как где-то писано. Алкоголь, алкоголь, наш любимый алкоголь. Анастасия, ваша роза выглядит намного лучше. Мне очень приятно, когда... Правда? Да. Вы одна из немногих, кто не участвовал в ночной вылазке. Я все проспала, как обычно. Я напилась просто и уснула. Если бы, конечно, я не спала, я бы пошла с девками. Сто пудово бы пошла. Но оказавшись на свидании, вместо того, чтобы быть выше себя... А, она все засрала на свидании, точно. ...быть леди. Вы поспешили опуститься вниз. Молодой человек начал меня оскорблять и унижать. Эмоции нужно контролировать. Вы учили двум словам «извините» и «спасибо». А что я могла ему сказать? Извините. Извините. Спасибо. Вот такой вот ответ от Полякова поступает. И он является правильным. А, просто, извините. Спасибо. Неинтересно. И ушла. По фактам. Анастасия, вам нужно постараться быть сдержанной. Ну, не получается пока что у меня. Я не обещаю, но я буду стараться быть более сдержанной. Яна Венгерская. Вы нашли общий язык со своим молодым человеком. И очень быстро. И очень быстро. Это похвально. Может, выпьем? Я завязала. Я не пью ни пива, ни водку. Думаю, неделя прошла у меня, ну, нормально. Не хуже, чем у остальных. Если бы сейчас кто-то предложил собраться и пойти за алкоголем, вы бы повторили свою поступку? Сейчас нет. Из-за вашей ошибки вы попадаете в номинацию худшей ученицы недели. Ирина Голощапова. Ощущение такое, что здесь все должны попасть в номинацию практически. Вы почему поддались-то общему влиянию? Так, это. Я, во-первых, не поддавалась общему влиянию. У меня есть свое мнение. Я от общественного не завишу. Я неведома. Это было мое желание. Я так захотела, я сделала. Ну, я даже, мне нет смысла врать. Я вот сказала им все как есть. За систематическое потакание собственным желанием вы попадаете в номинацию худшей ученицы недели. Я согласилась с ним. Это справедливо, потому что я накосячила. Я умею отвечать за свои поступки. Анастасия 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 А все прошло именно перед подходом все нормально такое бывает все понятно это же не урок и не испытание поэтому действительно это было легче сделать да и не было вообще оправдание в принципе этому поступку ваше участие в ночном саботаже вынуждает нас поставить вас номинацию это какой-то рекорд из того что я видел просто все в номинации худшие ученицы недели и сольда никифорова ваша роза выглядит практически идеальной изи молодец вообще вы нашли в себе силы рассказать свою историю на встрече с психологом данное испытание хорошо прошло но аборт бы я не сделала и бог бы благодарила за этот подарок мы в тебе сегодня увидели женщину своей откровенностью вы показываете пример десяткам тысяч девушек сотням миллионам просмотра то какие у вас которые попали похожую ситуацию все понял извиняюсь да согласен на что толкнула вас на побег она что тоже убегала ну ёп твою мать а праздника хотелось этим постепен вы перечеркнули все мне кажется они во мне больше чем в остальных расстроились и у вас теперь есть все шансы покинуть школу леди впервые за всю историю школы леди беспрецедентный случай в номинации 6 человек побед перечеркнул наше все вообще именно так яна и сейчас преподаватели перед сложным выбором с одной стороны желание протянуть руку помощи раскаявшимся пацанкам а с другой стороны понимание что спускать с рук такое ни в коем случае нельзя может быть среди вас есть человек который скажет я виноват и возьмет на себя ответственность на самом деле это был шанс взять на себя ответственность за свои же ошибки но девочки решили нести групповую ответственность ведь это куда легче девочки давай все друг за друга там руки выкидывать решение следующее сегодня школу леди покидает абсолютно все ученицы понятно зачем не покидает никто в смысле все все кто номинирован или все вообще принципе все у нас 10 человек в сборной россии тоже часто такое вот они нормально забаять или на следующий выпуск а бывает что могут вообще все сбор а я еще так удивлен как будто знаете я планировал бросить пацанок выгнать одни ушли или пришли другие похоже девочки до сих пор не осознают случившегося сдавайте брошу но решение директора школы леди закон на этом обучение окончено для всех пацанок у меня ступор я вообще не понимаю что происходит мне грустно я за четыре недели старалась за одну неделю потеряла все ну все ребята девчата если всех выгнали на этом наверно закончить сезон напишите в комментариях обязательно какой сезон смотреть следующем и мы сразу начнем его смотреть с понедельника а я же все ладно всем все понятно короче ребят напишите как вам ставьте лайк пишите комментарии обязательно ну типа как вам подписывайтесь на канал это был 13 ролик целую люблю обнимаю все расприжимаю пока спасибо за просмотр пока